Симптомы, указывающие на нарушение работы щитовидной железы, делятся на две группы. Те, которые возникают при гиперфункции щитовидной железы, чрезмерной ее активности, и симптомы, которые возникают при гипофункции, то есть так называемом гипотиреозе, когда активность щитовидной железы снижена. Повышенные функции щитовидной железы. Пациент ощущает повышение пульса, повышение артериального давления, потливость, тремор рук, дрожание конечностей, нарушение сна, нарушение эмоционального состояния, нарушение аппетита и снижение веса. А при состоянии, когда щитовидная железа замедленно работает, при гипофункции щитовидной железы у пациента, наоборот, задержка жидкости, отеки, повышение веса, снижение артериального давления, редкий пульс, сонливость, вялость и снижение аппетита. Оба состояния нужно очень серьезно лечить. Для того, чтобы подобрать правильное лечение, необходимо вовремя обратиться к врачу, если вдруг вы заметили какие-то признаки отклонения работы щитовидной железы. В том случае, если не лечить гипотиреоз, сниженную функцию щитовидной железы, то тогда через некоторое время разовьется атеросклероз, повысится уровень холестерина, появятся лип протеиды низкой плотности в крови, также разовьется железодефицитная анемия. Если не лечить тиреотоксикоз, то будет страдать сердечно-сосудистая система. В сердце будет развиваться кардиопатия и также будет страдать центральнервная система с развитием различных психических отклонений, которые потребуют очень серьезного вмешательства, поэтому при первых признаках нарушения работы щитовидной железы нужно обратиться к врачу. В Скандинавском центре здоровья грамотные врачи-эндокринологи могут правильно провести диагностику заболевания щитовидной железы, выявить нарушения и назначить правильное лечение.